Арт-квадрат. Новое городское пространство, ограниченное улицами Мустай-Карима, Коммунистической, Ленина и Чернышевского. Его уже облюбовали уфимцы, но мало кто знает прошлое этого места и его будущее. Мы поговорили с представителями Арт-квадрата и узнали его историю и что планируется здесь делать. Арт-квадрат это место для людей, про людей, которое создается людьми. Это творческое пространство, в котором кто-то гуляет, фотографируется, дети лежат. Мы хотим дать площадку для выражения своих творческих замыслов для всех горожан. Как уже многие горожане, кто приходил, они видели двор Мустай-Карима-6, это кирпичное здание. Они видели то место, где мы сейчас находимся, это у нас называется морской квадрат. И вот здание с наколками у нас, здесь морские контейнеры. Если заметили, канализационные люки, стилизованные под морскую тематику. И здесь же еще у нас будет несколько арт-объектов, связанных с морской темой. Это одна из площадок туристического квартала Арт-квадрата, на территории которого находится имение купцов Хакимовых, татарских купцов, татарского происхождения, которые приехали к нам из Бятки, приехали к нам торговать. И они еще очень широко занимались благотворительностью. Сейчас поместье бывшее освобождается от позднейших наслоений, от штукатурки советского периода. Стены вот открыты, будут покрашены тоже в какой-то красивый цвет. Это объекты культурного наследия, поэтому привлекаются специалисты только с лицензией реставраторов. У нас не было опыта взаимодействия с памятниками архитектуры. Это был не самый сложный момент, мы быстро научились, но тут были некоторые недопонимания. Потом у нас были некоторые недопонимания с жителями по соседству, потому что никто не понимал, что это будет. Они боялись, что здесь будут собираться алкаши, здесь будет шум и беспредел полнейший. Но сегодня, когда уже заработал сквер, многие к этому уже относятся проще. Раньше здесь было два крупных объекта. До революции это общество «Караван», магазин общества «Караван». Чай развесочная первая фабрика в Уфе и одна из крупнейших в России. После революции это были цеха завода крупного обувной фабрики имени Ворошилова. Пускали здесь в основном кирзовые сапоги для солдат и ботиночки «Прощай молодости». А, еще галоши. Затем очень долгое время здесь был магазин «Техно». Потом уже, когда магазина не стало, здесь «Арт-квадрат» начал, опять же, воссоздание исторического облика этих зданий. Насколько я понимаю, вот этих замечательных вставок не было? Да, не было. Это, конечно, уже переосмысленные, творчески переработанные вещи. Эти вставочки, они не заржавели, а это так задумано. Они представляют собой коллажи из разных картин, художников мирового уровня. Скажи, где мы сейчас находимся? Я так понимаю, здесь еще никто из уфимцев не был. Ну, на этой площадке. Кроме рабочих и строителей, и нашей небольшой рабочей группы, здесь еще пока никого не было. Сюда доступ закрыт, он откроется в ближайшее время. Как только мы запустим контейнеры, мы откроем сюда доступ. Давай сразу поговорим про контейнеры. Для чего они здесь стоят и что здесь будет? Ну, все контейнеры, они имеют как бы свою цель, да? То есть, из какого-то контейнера мы делаем кафе, у них будут прорезаны витражи, входные группы. Они будут утепляться, они будут работать зимой и летом. Максимально оставлены как раз вот эти вот стены. Они останутся именно такими, опять же, в стиле лофт. Ну, то есть, здесь все приведено в порядок. Видите, достаточно дорогие мраморные подоконники, вставлены окна. Но вот здесь останется отпечаток старины. Вот эту мозаику я еще не видел. И самое интересное, да, вот эти вот мозаичные панно. Специально это смальта заказывается в Италии. Каждое из этих панно делается, выкладывается где-то 3-4 месяца. Сейчас готово вот 3, и еще будет там вот, ну, до самого конца. Это раскрывается, да, история как раз семьи Вагау, как раз купцов этих. Ну, начато с конца, поэтому здесь, видите, люди машут, они уезжают к себе в Германию, потому что после Первой мировой войны купцы нас покинули. К сожалению, сын Вагау, Гуга Вагау, основателя рода, был расстрелян здесь, в России, как немецкий шпион. А он отказался эмигрировать, думал, что как бы за его заслуги перед Россией ничего с ним не случится. А так они вообще по современным меркам входили там в пятерку Форбс, то есть наряду там с купцами Морозовыми, Рябушинскими и прочими. Сейчас будет такой вопрос, очень опасный, что ли, но если я его не задам, мне просто не простят. Сколько стоит вся вот эта красота? Ну, на самом деле, отвечу по-еврейски, да, то, что вот это все бесценно. Последние два года вот у нас в 3-4 утра могут заканчиваться оперативки, и мы очень долго обсуждаем, какой будет стык, как вот это вот сюда пристыкуется, как вот здесь вот пройдет, какой контейнер в какой цвет покрасить. Вот, для нас это бесценная вещь на данный момент. Я пока не останусь, правильно понимаю, инвестор частный? Да, абсолютно. Не будем называть фамилию, он частный инвестор. Давай так, конкретную сумму не будем называть, я просто предположу, это больше 3 миллиардов? Нет. Меньше? Нет. Больше? Для центра города, да, хорошая площадка, большая, немало помещений. В основном, конечно, учитывая локацию, это еда, рестораны, торговля. У нас есть один такой сюрприз для горожан, который мы готовим, но пока заранее говорить не буду, пока не будет подписан договор. Также у нас в планах открытие универмага дизайнерской одежды и концептуальной одежды. Наверное, работы и какие-то доделки, переделки и появление новых каких-то зданий или арт-объектов здесь не прекратится никогда. Как только это остановится, считайте, что арт перестал быть артом, поэтому мы никогда не будем останавливаться. Для тех, кто хочет узнать больше о Барт-квадрате, каждую пятницу проводятся экскурсии. На них рассказывают об истории городского центра и его архитектурных особенностях. Глеб Безбородов, Ильдар Каюмов и Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ.